Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Последние данные о коронавирусе в муниципалитете. Три раза в больнице лежала и в Москве лежала. Подведение итогов конкурса «Мой маленький тигр». Он очень грациозный, передвигается плавно, тихо. В Видновском лесу состоялось первенство округа по лыжам. Погода, свежий воздух, иммунитет. Ой, все, мне пора. В Ленинском городском округе отмечается существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю было зарегистрировано около двух тысяч случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии число заболевших в муниципалитете составило почти 33 тысячи человек. Выздоровели около 26 тысяч. За последнюю неделю в стационар инфекционного корпуса поступило 238 человек, заболевших COVID-19. Из них 43 – жители Ленинского городского округа. Люди переносят инфекцию в разной форме. Те, кто переболел, призывают прививаться. Повторять такое совсем не хочется. Я 4 прививки делала. Я не болела, слава богу. Но последняя у меня была 4 декабря. А до этого вы… То есть ревакцинация у вас была 4? Да. Я 4 сначала сделала, потом через 3 недели еще сделала. Полгода прошло еще сделала, через 3 месяца еще. И ни разу не болели? Нет. Три раза в больнице лежала, и в Москве лежала, и я еще в Бутово лежала, и еще где-то, и тут лежала я. Как перенесли? Отлично. Легко, в легкой форме? Ну да, но долго. Долго сколько? Месяц. А вы прививки делали? Делали. После, да? Да. То есть, как считаете, помогло вам в легкой форме эта прививка? Я считаю, помогло. Я не болел, я сделал прививку. Я болела, но бессимптомно. То есть, я не знала, что я болела. Мне вот именно, когда сдали кровь на анализы, и показали антитела, и тогда поняла, что, оказывается, болела. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Носить маски, соблюдать дистанцию. При первых признаках недомогания оставаться дома. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. В настоящее время вакцинация является единственным способом защиты от тяжелых последствий COVID-19. Прививка не гарантирует того, что человек не заболеет коронавирусом, однако поможет избежать тяжелого течения болезни. Накануне Нового года телеканал «Видное ТВ» объявил о старте конкурса «Мой маленький тигр». К нам в редакцию пришло множество фото и видеоматериалов с забавными и милыми усатыми полосатыми. И вот пришло время подвести итоги. 1 февраля в Китае начали отмечать Новый год по лунному календарю. А это значит, что бык-символ 2021-го наконец-то уступил свой титул тигру. Ну а мы решили подвести итоги нашего праздничного фото и видеоконкурса «Мой маленький тигр». Скажем сразу, выбрать победителя было нелегко. Все без исключения претенденты оказались достойны звания победителя. Чем не тигр, скажем, кот Соник нашей коллеги из видновских вестей Виктории Филатовой. «Он хищник. Так как мы живем рядом с лесом, он мне часто приносил мышек. Он очень грациозный, передвигается плавно, тихо. Очень любит наблюдать за всем, что происходит за окном. То есть он наблюдательный, любопытный». А вальяжная красавица Ёши виновчанке Маргариты Штырковой хоть и не обладает тигринным боевым нравом, но кошачьей грацией ей точно не занимать. «Кошка-аристократка. Очень истинная леди. Все делает с изяществом. Даже там, не знаю, хвостик обернуть вокруг ног – это выглядит красиво». Но конкурс есть конкурс, и наша редакция в ходе жарких дискуссий выбрала двух победителей. Итак, в номинации «Фото» первое место мы присудили грациозной инопланетной кошке Луни, видновчанке Надежды Каревой. В письме к нам Надежда рассказала, что ее маленькому тигру всего 9 месяцев. Луна – ориентал. Она игрива, разговорчива и по повадкам очень напоминает собаку. К примеру, умеет приносить хозяевам мячик и знает несколько команд. Надеемся, что свои таланты она продемонстрирует и в нашей студии. А вот в номинации «Видео» мы решили отдать первое место коту Ваську, нашей землячке Елены Артемьевой. Васек также еще совсем молод, ему 6 месяцев, и как любой котоподросток, он игрив, умен и шкодлив. Поздравляем победителей. В ближайшее время мы с ними свяжемся. И пригласим на съемки к нам в студию. Ну а всех видновчан с наступившим годом «Голубого водяного тигра». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В центре досуга Мамонова кипит культурная жизнь. Здесь прошел концерт рок-группы «Именины». Мероприятие было организовано муниципальным центром культуры поселка Совхоза имени Ленина, на базе которого репетирует коллектив. С музыкантами и их творчеством познакомился наш корреспондент Максим Козлов. В прошлом году рок-группа «Именины» отметила 40-летие творческой деятельности. За это время выпущено 25 альбомов, отыграно сотни концертов. Нынешний носит название «От Рождества до Крещения». Небольшая сцена в центре досуга Мамонова диктует определенные ограничения. Например, здесь сложно разместить ударную установку. Но это делу не помеха. Несмотря на рок-н-рольное звучание, в текстах музыканты затрагивают вопросы православия, духовных ценностей и борьбы добра со злом. Пошло название, потому что еще и как бы плюс православие. Песня такая первая была «Православная церковь». И как бы хотелось воплотить вот это вот немножко православие. Как оттенок такой небольшой. Коллектив «Именины» репетирует на базе муниципального центра культуры поселка Совхоза имени Ленина. Здесь созданы все условия, чтобы развивать творческий потенциал. Здесь очень много ребят, есть очень много взрослых людей, которые приходят с удовольствием, занимаются свободное от работы время, приходят по вечерам, музыцируют, сочиняют музыку. Я им помогаю, организовываю выступления, помогаю с аранжировками, с освоением инструментов. Коллектив часто выступает, в том числе в воинских частях, детских домах, принимает участие в фестивалях православной музыки. Впечатления от концерта у зрителей остались самые теплые. То, что вы делаете, молодцы, бис, браво, брависимо, от всей души спасибо. Сотрудники и учащиеся кружков Центра культуры поселка Совхоза имени Ленина частые гости на разных концертных площадках Ленинского округа, в том числе и здесь, в Мамоново. Мы стараемся в любом случае знакомить жителей по деревне Мамоново с нашими творческими коллективами. В прошлый раз мы выступали с авторским квартирником, сегодня мы вам привезли самодеятельную рок-группу именинной, которая поет в стиле рок. В следующий раз постараемся обязательно что-нибудь новым у вас. Максим Козлов, Максим Гришков, Елена Кошелева. Видное ТВ. Зимние виды спорта популярны как среди детей, так и среди взрослых. И катание на лыжах, конечно же, не исключение. На днях в Видном уже в 17-й раз прошло открытое первенство Ленинского городского округа по лыжам. Наша съемочная группа поприветствовала спортсменов. Как успехи? Отлично! Прекрасная погода, накатанная лыжня и, конечно, отличное настроение у спортсменов. Все важные составляющие для открытого первенства Ленинского округа по лыжным гонкам есть. И вот уже в 17-й раз эти состязания собирают немало участников. Может участвовать любой желающий от 4 лет и до бесконечности со всех поселений нашего округа. Но даже я посмотрела, есть гости из Домодедова приехали. И еще будет эстафета поселений. 5 поселений будут бороться за медали в рамках комплексной эстафеты Ленинского городского округа. Всего на лыжи стали почти 70 человек. Их разделили на несколько возрастных групп, каждая из которых должна была пройти свою дистанцию – от 500 метров до 5 километров. Местом проведения соревнований стала, конечно же, березовая роща у стадиона «Металлург». Излюбленное нашими лыжниками место радует не только живописными видами, но и прекрасной зимней трассой. В активности – залог успеха, уверена видновчанка Елена Пантелева. Помимо очевидной пользы для здоровья, лыжи – это еще и прекрасный способ всегда быть в хорошей форме. Отличная нагрузка. Нужно все комбинировать. И лыжи, и бег, и силовые нагрузки, плавание. Вот зимой мы перешли на лыжный спорт. Погода, свежий воздух, иммунитет. В данном… Ой, все, мне пора. На старте сегодня и Константин Жиров, который участвует в лыжных гонках уже более пяти лет. За плечами немало побед и с каждым годом, по словам спортсмена, его время только улучшается. Хотелось бы как можно ближе быть к победителям, а еще лучше к победителями. Я думаю, ради этого все сюда приходят. И если состав взрослых участников более-менее постоянный, то детей год от года становится все больше. Лыжня открывает немало талантов. Десятилетний Никита Сумский уже три года занимается в спортивной школе «Олимп». Так что подготовка очень серьезная. Три раза в неделю. Во вторник, четверг и субботу. Там по три километра, по четыре. По итогам соревнований победители и призеры получили грамоты и кубки. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.